Если ваш сын рисует на обоях, это еще не повод пороть его ремнем. Возможно, очень скоро его коллеги-маляки будут стоить примерно 130 тысяч евро. Ну а сегодня мы на выставке современного искусства. Есть ли у нас в стране люди, способные повторить подобное искусство? Я думаю, элементарно. Даже какой-то ребенок. И вроде 130 тысяч евро картина стоит, а ребенок может... Так это ж надо приветствовать. В мое детство такое называлось коллеги-маляки. Ну, а я об этом. Картина Арама Мазонекиса, 1958 года, авторство «Черные створки». Эта картина, она как бы дышит. Как бы дышит. И она то к вам ближе, то дальше. Но потрогать ее, потрогать ее в прямом смысле слова, не представляется возможным. В этом и секрет этих черных створок. Радует, что люди интересуются современным искусством, хотя я уверена, что из них лишь процентов 9, в лучшем случае, понимает его. Процентов 9 примерно. Понимает. А может быть и меньше. Может быть 7, где-то 7,5. Да, да. Может и того меньше. Сегодня все внимание отечественной критики, художественных прикованных именно к этой картине. Не зря мы к вам подошли рядом с ней. Скажите, как вы думаете, почему? Она вызывает какие-то чувства. Давайте сейчас вместе с вами попытаемся и нашими телезрителями по всей стране, попытаемся понять, какие чувства вызывает эта картина. Во-первых, картина называется как? Ну, я уже подсмотрела. Брошка, да? Брошка. Металл. Является ли он основой мировой экономики? Ну, наверное, да. Человек в 1982 году. Уже это видел. Уже это видел, понимаете? И сейчас эту картину привозят к нам в страну. Страна, скажем, держится за счет индустрии своей. Именно поэтому люди приходят посмотреть на брошку как символ металла, символ стабильности и будущего. Ну, вот я же об этом говорила, что это нужно понимать, и ну, так было. Не каждый. Под нашими ногами еще одна инсталляция современного искусства. Пожалуйста, обратите внимание, это лапка голубя, символ мира. Автор предписывает располагать ее на полу выставочного зала. Не мешай мне, я про лапку голубя рассказываю. Именно на полу выставочного зала. Почему? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Голубь никогда в жизни не пойдет по стене. Потрясающе, что многие картины без названия. Что даже название нельзя придумать. Как вам вообще выставка сегодняшняя? Мне уже сподобалось. Просто захватит. Близные жанры, даже по-разному, в богатых картинках. Какие из жанров современного искусства вы для себя выделяете? Затрудняюсь сказать. Ну, так, самый любимый, скажем, какой у вас? Не могу сказать. То есть, в принципе, какой-то конкретный назвать вы, ну, пока не могу. Не могу, да. Тобто, все подобается. Скажите, а вот если сравнивать современное искусство и классическое искусство, чему вы больше отдаете предпочтение? Ну, классика, она завжди залишается, мабуть, головным. Из классических работ все-таки есть у вас любимая картина? Бажко сказать. Не знаю. Ну, такая, которая может очень нравится. Вы окремливать кого-то, не знаю. Не могу сказать. Не знаю. Наш режиссер утверждает, что такую же картину может нарисовать в четырехлетнице. Запросто. Только никто за это денег не запросто. То есть, вот. Тусовки. Вот. Это то, о чем я хотел услышать. Современное искусство, это просто часть тусовки. Да, совершенно. Мне вот это все, я бы вам лучше все объяснила, что это такое. Тут что-то какие-то референсы идут к более ранним картинам, а те к более ранним картинам, а те к Ашкандинскому в 1903 год какой-нибудь. Они бы это вам все растолковали. Рядом с нами картина известнейшего автора Педро Каранья во второй половине дня на пятой эйро. Символизм, да? Вот мы видим две большие единицы. Все знают, что один плюс один будет два. Именно поэтому во второй половине дня. Где же здесь цифра пять? Давайте вместе с вами пройдем по закоулкам разума автора и найдем эту цифру. Один плюс один – это два. Но также в дополнение здесь не сразу бросается в глаза еще три маленьких точки. С предыдущей нашей двоечкой эти три точки образуют искомую нам пятерку. Именно поэтому речь идет о пятой эйро. Внимание критиков отечественных направлено именно на эту картину. Не зря мы здесь находимся вместе с оператором. Покажите, пожалуйста, картину. Как вы думаете, почему? Можливо, через ее смысл. Да, вот дело действительно в содержании. Она отражает положение дел в сегодняшнем мире. Здесь вот по цветам, да, это континент. Вот коричневый – это вот состояние Африки на данный момент. Видите, немножечко желтого. Это места, где сейчас идут войны. Черный – я думаю, мы с вами понимаем, о чем идет речь. Где Испания, где Италия и где Греция, которая сейчас кризис, как авторы предсказали? Там, где темно, может быть, и тут. Это что? Может быть, и Греция. Да, это абсолютно верно. Да, Испания, Истокопо-Маранчево. И Италия – это же северное государство. Италия – это же так. Хорошо. А где в таком случае будет Норвегия, самое северное государство? Абсолютно верно. Вы зря говорите, что не разбираетесь в современном западном искусстве. И вновь в эфире «Минутка современного искусства» с Алексеем Дурниевым. Для нас с нами картина, которая символизирует собой Вселенную. Вселенную, подсмотренную автором через призму туманности Андромеды. А нет, это просто Медуза. Все эти люди – жертвы пятой колонны. И именно поэтому здесь кости, здесь тучи, здесь слезы. Современное искусство сводится к тому, что возле каждой картины должен стоять докладчик, который рассказывает, что на этой картине нарисовано и почему. Но смотрите, здесь такой тонкий момент. Если человеку с первого взгляда непонятно, что на ней нарисовано, то докладчик может говорить любую ерунду. Абсолютно нет. То есть вы считаете, что если человек не понимает смысл картины сразу, то докладчик может говорить только правду про эту картину, ерунды он наговорить не может. Ну вот конкретно мы не знаем, что пятая колонна, да? Да, да, да. Но то, что это трагическая картина, это и так понятно. Ну что это сосиска, там символ нехватки еды. Ну в принципе можно и так догадаться, правильно? Да. То есть общий фон картины, что художник хотел сказать, можно понять, да, можно не знать о чем, но понимать, он может передавать то, что он хочет сказать этим. Ясно. Спасибо огромное. Спасибо. Подписывайтесь и смотрите все выпуски Дурнев Плюс Один первым.